привет друзья с вами дженлав и в этом видеоуроке мы выведем три страницы на нашу главную основную страницу то есть у нас будет вот здесь вот здесь и вот здесь еще три таких анонса три интересных страницы итак поехали давайте сначала зайдем в нашу панель управления сайтом вот я уже предварительно зашел и дальше создадим три странички нажмем на добавить нажмем на страницу здесь пишем название страницы смотрите я уже подготовился и уже знаю какую страницу я хочу назвать скопирую это название и прописываю здесь название страница вы придумываете три интересные на ваш взгляд страницы какие вы хотите вывести на главную вашу вот сюда да вот на эту основную страницу вот то есть вы придумываете свои страницы так поехали вот я придумал и нашел что 1 феррари было это 166 дальше добавлю какие-нибудь картиночки фотографии и описание добавлю медиафайл выгружу картинку и выбираем тукатер картинку на на компьютере который нам необходимо загружаем ее нажимаем дальше ставить далее добавим какой-нибудь текст и описание смотрите вы придумываете себе по вашей тематике сайта описание этой страницы я уже придумал поэтому я это сюда просто вставлю я покажу вам как красиво настраивать страничку то есть нажимаете сюда потом нажимаете выровнять по левому краю и тогда у нас идет следующим образом идет картинка слева а надпись справа можно сделать по-другому нажав сюда и выровнять картинку по правому краю тогда а наша картинка справа описание слева вот давайте так и поступим то есть это была у нас такая вот картиночка первая ferrari в мире и выберем шаблон как мы хотим чтобы она там рожалась сначала я проэкспериментирую без колонок шаблон поставили посмотрю как это будет выглядеть нажима опубликовать ах да давайте зададим еще этой картинке миниатюру задать миниатюру нажму и выберу ту же фотографию чтобы она была с миниатюркой такой маленькой картинкой нажима обновить далее нажимая посмотреть страницу и в смотрим как это у нас все выглядит в принципе неплохо выглядит хорошо можно просто еще а здесь немножко увеличить картинку вернемся назад нажмем редактировать страницу и нажмем на картинку и немножко и растянем здесь вот так вот обновим и нажмем просмотреть страницу так смотрите ну уже смотрится поприятней идет описание и большая картиночка так и оставим давайте добавим еще одну страницу наведем на добавить нажмем страницу тоже называйте следующую страницу так как вам нравится я уже название придумал это будет новинка ferrari прописывайте себе название сюда у меня это новинка ferrari 480 gtb ставлю сюда тоже добавлю сюда какие-нибудь картиночки загрузить файл выбрать файл рабочий стол и выберем эти три картинки кстати можно сразу уделять несколько картинок чтобы их загружать далее выберем эту картинку нажмем вставить потом добавим сюда описание вы прописываете свое описание я прописываю свое копирую сюда и сюда просто вставляю описание а теперь например хочу чтобы она была слева у меня я нажимаю сюда нажимаю налево растяну ее немного вот так дальше в середину вставлю еще вот сюда еще одно фото добавить медиафайл нажму вот это выберем ее и нажмем вставить давайте это поставим вправо вправо будет это наш салон и давайте еще внизу здесь слева опять также поставим картинку это будет у нас вот эта картиночка нажмем вставить и выберем поделаем чтобы она у нас была слева тоже чуть и немножко увеличим и оставим таким образом нажмем опубликовать кстати все время забываю задать миниатюру также давайте зададим миниатюру спустимся вниз нажмем задать миниатюру и нажмем на вот эту картиночку пускай она будет нашей миниатюры нажимаем задать нажимаем обновить страницу далее выберем макет кстати это макет можно также сразу выбрать заранее давайте попробуем с колонкой слева как это будет выглядеть и посмотрим выберем с колонкой слева обновить нажмем просмотреть страницу смотрим ну знаете как то слишком узкого то то есть хотелось бы во всю ширину этого красивее выглядит нажмем редактировать страницу и выберем макет во всю ширину далее нажмем обновить нажмем просмотреть страницу посмотрим как она у нас оформлена да так уже более интересно уже более понятным далее добавим еще одну страницу на будем сюда нажимаем страницу и также будем добавлять сейчас еще одну страницу у меня эта страница будет называться чемпионат мира вот вы называете эту страницу как вам нравится также добавим сюда каких-нибудь картинок выберем их три пока они загружаются загрузились нажимаю вставить кстати можно сразу три картинки вставлять но я так не рекомендую потому что потом их неудобно редактировать нажму сюда нажму удалить нажму сюда нажму удалить и теперь давайте их настроим поставлю например эту посередине и сделаю большой потому что посередине мы еще не ставили далее давайте добавим контента то есть текста копировать ставим сюда текст далее давайте еще какую-нибудь картинку ставим вот сюда добавить файл то есть это будет вот эта у нас картиночка ставить вы поставим ее справа не пускай будет слева и не просто увеличим размер нажмем чтобы она у нас по левому краю выровнялась далее и добавим картиночку еще вот сюда выберем файл команду выберем эту картинку вставить и ее поставим справа поставим справа также немножко увеличим в размере и нажмем а нет не нажмем опять зададим миниатюру все время забывают миниатюру задать нажму на эту картиночку нажму задать миниатюру дальше выберу также шаблон без колонок теперь нажму опубликовать опубликуем теперь нажмем просмотреть страницу далее смотрим как это на смотрится в принципе неплохо а справа посередине картинка слева ну на самом деле лучше их выравнивать по краям вот здесь как то пустота не очень красиво смотрится давайте еще раз редактируем нажмем редактировать вот эту картинку посередине мы разместим слева текст будет описание справа вот эту мы поставим справа вот а вот эту мы поставим посередине например вот так попробуем нажмем обновить нажимаем просмотреть и вот что у нас получилось уже как то более приятно чемпионат мира и кто победил уже поинтереснее итак смотрите мы просто сейчас добавили три страницы а теперь давайте их разместим на главную то есть на главную именно анонсами вот здесь вот послева посередине и справа и так как мы это делаем наводим на название нашего сайта дальше нажимаем настроить далее сейчас откроется панель настроек она загрузилась далее мы нажимаем на надписи фон пейдж фатур секчен нажимаем сюда и теперь выбираем какая у нас будет первая какая вторая какая третья страница которую мы придумали нажимаем сюда и выбираем у меня первая будет страничка это так и называться первая феррари вторая страничка у нас будет новинка феррари а третья будет у нас чемпионат мира итак ищем ее а вот она вторая чемпионат мира выбрали эти три страницы и нажали сохранить и опубликовать теперь давайте откроем новую вкладочку нашего сайта еще раз обновим страницу на главной и вот смотрите теперь на главной у нас появились три вот такие вот интересные да страницы которые мы хотим выделять их на главной видите то есть вот так вот красиво интересно все получилось с анонсами да то есть часть текста показывается если хочешь читать далее нажимаешь эту кнопочку либо на название то же самое и здесь то есть у нас задано здесь здесь и здесь задали мы миниатюру картинки и так же все показывать смотрите если вы не хотите показывать картинку да эту миниатюру маленькую то ее можно удалить например заходим на название этой записи нажмем редактировать страницу вот она наша страница нажмем редактировать страницу и дальше просто опускаемся вниз нажимаем удалить миниатюру нажмем обновить теперь вернемся на наш сайт на главный посмотрим измен видите мы миниатюру удалили из страницы теперь она у нас здесь тоже показывается без этой миниатюрки то есть видите чемпионат мира без картиночки то есть можно еще выделять чисто текстом три странички которые нам интересны чтобы их посетители нашего сайта видели на главной странице нашего сайта то есть у нас главная страница и вот здесь у нас отображаются три таких странички они же идет уже и все остальное на других страницах допустим и компании эти уже странички не появляются то есть они только на главной отображаются и так давайте вернем миниатюру сюда картиночку quiet так будет красивей jocks задать миниатюру задать миниатюру Нажмем обновить Вернемся сюда Еще раз обновим страницу И вот таким вот образом мы задаем Любые три страницы, придумываем Или можем выбрать из тех, которые у нас уже есть Либо придумываем новые страницы И вставим их вот сюда Итак, еще раз покажу Именно вот здесь вот Фонт пейдж Мы выбираем любую страницу Которую мы хотим отобразить на главной Из всех наших существующих страниц То есть все очень просто Закрываем И смотрите, на этом Мой видео урок закончен Увидимся в следующих видео уроках С вами был Джин Лав Пока